Даже у тех, кто далек от чайной культуры, есть понимание того, что шу-пуэр бодрит. Ну, примерно как и кофе. И очень часто эти два напитка звучат в одном предложении. Но если спросить у человека, почему бодрит кофе, он ответит, ну кофеин там, ну какое-то давление поднимает, сердце биться начинает быстрее. Но если тот же вопрос задать про шу-пуэр, человек впадет в ступор. Как? Я не знаю! Давайте же разбираться, что заставляет нас чувствовать бодрость от шу-пуэра, от кофе, от других напитков. Вреден ли кофеин, полезен ли он, вызывает ли он зависимость, что бодрит сильнее шу-пуэр или кофе. Давайте сразу начнем с шокирующей базы. Кофеин это 1,3,5-3-метилоксантин, алкалоид пуринового ряда, который содержится в чае, в кофе, в мате, в гуаране, даже в коле он содержится, понимаете? То есть он же мотеин, он же гуаранин, он же теин, это все одно и то же. Дело в том, что, видимо, в разные времена разные ученые в разных веществах открыли вот этот кофеин, назвали его по-разному. Но это одно и то же. И здесь, и в Африке. И говорить, что кофеин это, допустим, не то же самое, что и теин, или говорить, что кофеин и теин, они находятся в одной группе, или они родственные, это то же самое, что и говорить, что две палочки твикса, это там какие-то родственные группы. На самом деле, это одно и то же, друзья. Здешний народ с тобой не согласится, я с тобой не согласен. Является ли кофеин наркотиком или чем-то, что вызывает зависимость? Ну, в принципе, если вы считаете, что любое вещество, которое вызывает привыкание, является наркотиком, мы с вами спорить не будем. Но если мы говорим в контексте науки, то для кофеина данная терминология некорректна. Поскольку кофеин, который содержится в чае, в кофе, ну, там, 20 грамм сухой заварки в день, к примеру, вы чай пьёте, да? Никакой физиологической зависимости вызвать не может. Долгое употребление кофеина, содержащих напитков, может у вас вызвать легкую психологическую зависимость, которая никакого ущерба, ни здоровью, ни там, социальной активности вашей не нанесёт. Это примерно как вот, есть у вас привычка, допустим, каждое утро смотреть ролики от горького чая. Там, шорсы вы любите посмотреть, там, длинные ролики любите посмотреть. И тут у вас, допустим, какая ситуация происходит, отключают свет, там, или интернет включают. И вы, конечно, испытываете какой-то дискомфорт, да? То есть то, что вы не посмотрите завтра, допустим, или послезавтра эти ролики. Но это не повод отказываться смотреться эти ролики в принципе, да? То же самое и с кофеином, там, и с чаем. Это не повод от того, чтобы отказываться от него. От продукта в целом. Если вы ждёте следующую пиалку чая, допустим, завтра утром. Или следующую чашку кофе завтра утром. Я не знаю, как бы я поступил в той ситуации, окажись я на твоём месте. Кофеин, по своей сути, это вещество, которое помогает нам немного справляться с усталостью. Это то вещество, которое нас немного бодрит. Не стоит думать, что наш организм как-то будет себя плохо чувствовать из-за этого. Он привык справляться вот с этими дозами кофеина очень хорошо. Он адаптируется, изменяется. Никакого вреда ни центральной нервной системе, ни каким-то другим системам нашего организма кофеин не несёт. Кофеин – это вещество, которое помогает нам справляться с усталостью. Никакого негативного воздействия наш организм не оказывает. Организм очень хорошо справляется с такими малыми дозами кофеина, которые мы потребляем из кофе или из чая. Кофеин – это не вещество, которое сделает из вас супергероя. Вы не научитесь, как в кино, знаете, приняв таблетку НЗТ, которая увеличится на 100% на 200%, там какие-то ваши мыслительные активности, такого не будет. Кофеин – это не натуроп, он не лечит от СДВГ. Кофеин – это вещество, которое нас, это молекула, которая нас немножко бодрит. А вот вдумчивое потребление кофеина, наблюдение за процессами, наблюдение за природой, за окружающей средой, сделает вас более внимательным, немножко вас успокоит и заставит вас воспринимать окружающий мир более вдумчиво. Если вы ищете от чая или от кофе вот эту бодрость, то, конечно, за это отвечает кофеин. Но если вдруг вы захотите испытать какие-то другие эмоции, ощущения, состояния, допустим, поднять себе настроение, расслабиться, гармонизироваться как-то, то стоит обратить внимание на то, что вас окружает. Ну, к примеру, если наш СММ-менеджер Сергей сейчас выпьет грамм 20 чушаванчика, то, соответственно, у него появится прилив сил, бодрость, и он будет там работать, ходить, тут все фотографировать до завтрашнего утра. Если ту же дозу, дозу того же чая, того же чушавана, те же 20 грамм выпьет Сергей, который работает у нас в магазине, наш чайный мастер, где там постоянная суета, люди приходят, телефонные звонки его беспокоят, то он захочет другое что-то испытать. Он захочет присесть на диванчике, расслабиться, и чтобы его, допустим, кондиционер охлаждал. То есть то, что на вас влияет химический состав чая, это одно воздействие. То, что вас окружает, это тоже воздействие. Поэтому, если хотите расслабиться, вам нужно находиться в таком месте, где нет суеты, допустим, где новости из радиоприемников на вас не кричат, где нет каких-то шумов резких и так далее. Вы садитесь просто, берете, допустим, красивую посуду, зажигаете благовоние, и вот это окружение делает ваше состояние спокойным, расслабленным и умиротворенным. И вот здесь вот мы видим две такие главные точки различия между культурой кофейной и культурой чайной. Кофе обычно достаточно такая быстрая культура, выпил и пошел в бой там или на работу. А чай это более обстоятельная, более спокойная, более умиротворяющая, более медитативная какая-то культура. Вы берете тысячу разных сортов чая, который каждый раз по-разному на вас будет воздействовать из своих вкусовых качеств. Берете разную посуду, которая будет по-разному вас радовать. То есть многообразие чайной культуры заставляет нас как раз испытывать те состояния, за которые любят вот эту культуру все просто ценители чая, которые и в Китае, и в России, и по всему миру находятся. Поэтому, друзья, спасибо, что вы нас послушали, узнали такие очень важные для нас и для вас, надеюсь, тоже вещи. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте нам лайки, на наши чаи мы обязательно оставим ссылочки внизу под описанием. Всего вам хорошего и до самых скорых встреч!